В новый дом по своим правилам. Жилищный район комфорт-класса Одинцова-1 встречает новых жителей. Представители застройщика Министерства жилищной политики и администрации Одинцовского округа встретились с жителями бывшего военного городка 315, расположенного в Одинцово-1, чтобы обсудить вопросы по переселению. Всем нанимателям, исходя из состава семьи, жилье предоставляется по 18 квадратных метров на одного члена семьи. При этом практически по всем семьям нанимателей жилые помещения предоставлены площадью более занимаемой. Более 90 семей получили квартиры по количеству комнат также более занимаемых. Те семьи, где было 6 и более членов семьи, многочисленные семьи, они получили по две квартиры. Таких семей у нас 24. Татьяна Зенкина за свою жизнь переезжала не раз. Профессия военной обязывала часто менять место жительства и приспосабливаться к новым условиям. Готова переехать и теперь, если застройщик прислушается к ее пожеланиям. Жизнь так распорядилась, что приходится со строительством, расширением городка переезжать. А так у меня нет никаких предпосылок к переезду. Это только лишь потому, что нужно пику. Я понимаю, что придется переезжать. Но на каких условиях? Новостройки компании «Пик» расположены на территории военного городка Одинцова-1 рядом с Ульяновским лесопарком. В скором времени для жителей района будут построены 8 детских садов, 2 школы, поликлиника и торговый центр. Данный военный городок мы, согласно наших обязательств по договору о развитии застроенной территории, должны расселить, предоставив квартиры в своих новых, современных, комфортных для проживания домах. Данная встреча показала, что у нас действительно активные люди, люди неравнодушные. И они задали действительно много правильных вопросов. Мы сделаем на этом существенные акценты. С каждым из них проведем индивидуальную работу. Застройщик подчеркнул, что на сегодняшний день, имея такой жилой квартирный фонд и разнообразие планировочных решений, невозможно не найти компромисс. Мария Шматкова, Евгения Галяева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.